Городской совет Нью-Йорка предлагает сделать город для некурящих. Городские законодатели 36 голосами против 12 приняли новый закон, запрещающий курение в парках, на пляжах, набережных, в бассейнах, на закрытых для транспорта площадях и даже на тротуарах города. На предварительной пресс-конференции спикер городского совета Кристин Квинн заявила, что в Нью-Йорке некурящие жители составляют большинство – 57%. Некурящие не хотят дышать никотином ни на пляжах, ни в парках. Новый закон призван защитить интересы большинства, а также здоровье всех граждан. Автор законопроекта депутат Гейл Бруер сказала, что ее предложение получило поддержку организации родителей, женских организаций, а также главы городского управления здравоохранения и самого мэра Блумберга. Вопрос – не становится ли Нью-Йорк полицейским государством, запрещая человеку курить, запрещая солить для себя пищу по своему желанию? Ответ – наоборот. Город принимает законы в интересах подавляющего большинства ради сохранения жизни людей. Гейл Бруер, призывая депутатов проголосовать за новый закон, сказала, что главная цель – не пополнение городской казны за счет штрафов за курение в неположенных местах, а более здоровое население города, что поможет сократить расходы на лечение от болезней, связанных с курением. Аргументы депутатов, выступавших против нового закона, были довольно весомыми. Они говорили, что закон носит антидемократический характер, что неразумно принимать закон, за исполнением которого невозможно проследить. Ведь речь идет о 1700 парках, 14 милях пляжей, о прогулочных набережных, бордвоках, о пристанях для яхт и лодок, как будут штрафовать курящих на пляже, где люди в купальниках, без документов, на чье имя и по какому адресу будут выписывать штраф. Будут штрафовать тех, кто вышел из ресторана на тротуар, чтобы покурить? Свою позицию объяснили нам влиятельные депутаты горсовета. Лу Фидлер. Я бы предпочел компромиссное решение. Например, в парках можно выделить специальные места для курения. Нравится это или не нравится, но курение в принципе не объявлено вне закона. Курящие платят налоги на содержание пляжей и парков, как и все другие граждане города. Я думаю, что предлагаемый закон заходит слишком далеко. Я против. Питер Волоне. В принципе, я за то, чтобы запретить курение на пляжах и в парках, но нельзя запретить вход в парки и на пляжи курящим. Должны быть выделены секции для курения. Этого в законопроекте нет. Однако в интересах здоровья и жизни людей борьбу с курением надо продолжать. Поэтому я за новый закон, хотя предпочел бы более компромиссный вариант. В поддержку закона выступила Нью-Йоркская коалиция за город, свободный от курения. Члены коалиции требовали вообще запретить курение в Бруклине, Бронксе, на Стейтн-Айленде. По новому закону запрещено будет курить во всех местах, находящихся под юрисдикцией паркового управления. Это скамейки в парках, на набережных, на площадях и на улицах. Это стулья и лавочки у столиков. Это парки развлечений, любые места отдыха. За нарушение закона назначен штраф от 200 до 400 долларов. За повторное нарушение в течение 12 месяцев со дня первого штрафа от 500 долларов до 1000. За третье нарушение от 1000 до 2000. За исполнением закона следить будет не полиция, а парковая охрана. Закон должен подписать мэр Блумберг, и через 90 дней после этого закон вступит в силу. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Рейса Чернина, Нью-Йорк.